Добрый день! В эфире Фабрика грез. Владимир Машков один из самых востребованных актеров российского кинематографа. Ни одна по-настоящему значимая картина не обходится без его участия. И это не просто так. Владимир Львович действительно гениальнейший актер с мощной харизмой и неукротимым темпераментом, но при этом человек тонкой душевной организации. Ему подвластна любая роль. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Машков был не единственным устоявшим на развалинах советского кинематографа. Среди его коллег и соратников были Евгений Миронов, Александр Балуев, Сергей Маковецкий, Олег Меншиков, Алексей Серебряков. Каждый из них искал свой выход в сложившейся ситуации. И у каждого был свой путь в новое российское кино. Уже с середины 90-х годов появился новый герой. Борец, осознающий себя в стремлении занять свое особое место под солнцем. При этом нередко его дерзость и гордыня не знали границы преград. Этот герой отделялся от других, довольно спокойно творя зло и не вникая в праведность избранных им средств достижения цели. Он опирался на свою мощную волю, он побеждал. Но в последних тайниках души, сердца, глуша внезапные взрывы тоски, он чувствовал, что его ждет возмездие. И тогда ему становилось скучно в ожидании конца. Конец настигал его обычно, когда жизнь еще могла бы продолжаться и продолжаться. Случалось порой и открыто звать смерть. Владимир Машков один из первых. Да нет, пожалуй, все-таки первый открыл этого нового героя. Это состояние души, этот буйный пробивной характер, работающий только на себя. Это зачем? Чтоб боялись. Кого бояться, тот и главнее. Ну, того и слушаю. А кто не сходит? Дави. А если он не сильный? Да хоть какой. Ты главное скажи себе, что я за эту папиросу, там, ну, за это эскимо порву любого. Ну, и люди в тебе это чуют и прогинаются. Понял? Вместе с тем у Машкова такие персонажи постепенно осознавали, что все больше задыхаются в мучительном круговороте абсурдного существования. И поток их могучей энергии в результате ударялся о пустоту. Так будет, пока актер не сделает очередной поворот, проживаясь к себе, повзрослевшему, к своей новой подлинности. Он возмужает и окрепнет настолько, что его герои смогут обращать свою душевную широту на других людей, которым без него не выстоять. Жил отважный капитан. Он объездил много стран. Не раз он бороздил океан. Раз пятнадцать он тонул. Погибал среди акул. Не разу даже глазом не моргнул. И в беде. И в бою. Напивал он всюду песенку свою. Улыбнулся. Улыбнулся. Капитан. Капитан. Улыбнулся. Улыбнулся. Это флаг. Корабля. Капитан. 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 Потянет. Здесь. Только смело покоряется. Когда-то учитель Машкова Олег Павлович Табаков справедливо заметил, что его ученик характерный актер. И вот эта характерность, сочетание с драматическим пафосом, внутренней значимостью и глубиной, придаёт необыкновенную силу его героям. Эта сила присуща очень немногим людям искусства. И именно поэтому такой масштаб обретает фигура Машкова, его талант. Свою яркую внешность и необузданный темперамент Владимир унаследовал от бабушки-итальянки. Выросший в творческой семье, Володя с детства был артистичной личностью. Мать была режиссёром кукольного театра, отец – актёром на той же сцене. В конце 70-х Владимир поступил в Новосибирское театральное училище. Педагоги сразу разглядели в юноше необыкновенный талант, но подвёл итальянский темперамент. Через несколько лет Владимир был отчислен за драку. Тогда Машков поехал в Москву и сходу поступил в школу-студию МХАТ, откуда также спустя некоторое время был отчислен за драку с накурсником. Владимир Машков, чтобы не возвращаться домой, устроился в МХАТ декоратором, проще говоря, рабочим сценой, до тех пор, пока не познакомился с Олегом Павловичем Табаковым. Огромнейший талант и бьющая через край типичная мужская сексуальность сразу были отмечены Олегом Павловичем. Мэтр пригласил экс-студента школы-студии МХАТ к себе на курс, а затем и в театр, которым тогда руководил. Впоследствии Олег Павлович Табаков ни разу не пожалел о своём решении, поскольку Владимир Машков стал не только его лучшим открытием, но и самым неординарным учеником, искренне уважающим своего учителя. Олег Табаков в первый же год совместной работы предлагает Машкову главную роль в своём спектакле. 24-летний актёр сыграл пожилого еврея-алкоголика Абрама Шварца в спектакле «Матросская тишина» по пьесе Александра Галича. После этой работы руководителем ХАТа Олег Табаков сказал, что на свет появился актёр с большой буквы. Талантливый, слишком острый по тем временам спектакль был закрыт по приказу высокого партийного руководства. Через много лет Машков ещё дважды сыграл Абрама Шварца. Роль, которая прошла путеводной Никию через всю его судьбу. Не серьезно меня. Ничего. Мы же с тобой вдвоём. Больше нет у нас никого. Я же знаю, что и жуликов меня называют, и пьяницей, да и пустят. И вот объявляют. Давид Шварц. И ты выходишь. И начинаешь играть. Все они хлопают. И кричат тебе «Право давить Шварц». Посылаю тебе цветы, проще, чтобы ты играл снова. Опять, опять. Вот тогда ты вспомнишь про меня. Тогда ты непременно вспомнишь про меня. И скажешь этим людям. Это мой папа. Первые годы работы в театре Табакова. По растонароди табакерки Владимир Машков стал пробовать свои силы и в режиссу. Спектакли «Звёздный час по московскому времени», страсти по бомбарашу, смертельный номер имели оглушительный успех у публики. Кинематограф в то время Владимир не воспринимал всерьёз. В конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века царило так называемое кооперативное кино. Снимали те, кому удавалось достать деньги. Естественно, снимали и профессионалы, но всё меньше и меньше. Многие из них терялись перед сменой социальных, экономических, эстетических векторов. Что касается пришельцев, то их картины слабо закреплялись в памяти зрителей. Первые фильмы Машкова были именно такие, и о них даже не стоит говорить. «Звёздным» стал для Владимира Машкова 1994 год, когда он исполнил главные роли в фильмах «Лимита» Евгения Евстигнеева и «Подмосковные вечера» Валерия Тодоровского. Вышедшая вслед за ними картина Карена Шахназарова «Американская дочь» принесла Владимиру Машкову широкую популярность. Миша, вспомни, что мы взворялись с теми компьютерами. А теперь у меня самая последняя техника. Представляешь, какие дела мы можем делать вместе? Очнись, 1993 год. Гюго, читал? При чём здесь Гюго? Да ни при чём. Злое. А уже через год, в 1996 году, актёру было присвоено звание заслуженного артиста России. Первый этап был пройден с успехом, и Владимир Машков приступил ко второму. Ещё год спустя на экраны выходит его режиссёрский дебют новогодняя комедия «Сирота Казанская». Но обо всём по порядку. Сценарий «Лимиты» написали безумно талантливые, безвременно ушедшие друзья кино-драватурги Пётр Луцик и Алексей Саморядов, умевшие удивительно точно портретировать новую эпоху, в которую вступила огромная страна. Взметнувшаяся лава перестройки вовлекла в свой поток всех желавших того и нежелавших. Немногие находили почву под ногами и умело балансировали на ней в погоне за всем тем, что недавно казалось недосягаемым. Именно таким героем сделали Луцик Саморядовым персонаж Машкова. Жёсткий, холодный, безжалостный, он идёт по жизни не оглядываясь, не останавливаясь, не растрачивая силы на бессмысленные в его понимании поступки и чувства, вроде сострадания, сочувствия, угрызений совести. Иван Ворошилов ловко вскрывает чужие закодированные дискеты, зарабатывая на этом огромные деньги. Его лучший друг Миша в исполнении Евгения Миронова полная противоположность Ивана. Скромный, застенчивый, порядочный, благородный, а главное преданный. Тема преданности один из главных лейтмотивов фильма. Иван предаёт самого дорогого ему человека. Он идёт до конца, сжигает мосты, чтобы никогда уже не вернуться к прошлому. В осадке чудовищная пустота. В финале картины Иван резко постарел, глаза опустили. Казалось, он наконец-то заглянул в свою душу и обнаружил там только пепел. И теперь, сколько бы ни прожил Иван Ворошилов, он будет вечно грызть скорлупу своего одиночества, как герой романа Маркеса «Сто лет одиночества» полковник Аурлиано Буэнди. Валерий Тодоровский предложил Машкову сделать современную версию Лисковской леди Магды Книценского уезда. В роли Сергея Машков подчеркнуто брутален, сексуален. Он легко покорял сдержанную, интеллигентную невестку известной писательницы, почти раздавленную своей властной свекровью. Женщина буквально бросалась в объятия сексуального плотника, как в омут, уже зная, что безумная страсть несёт ей гибель. В целом, от прозы Лискова осталась только модель. Ближе всех к Лискову герой Машкова. Его жестокость, духовная примитивность, грубость, одеревенелая бесчувственность укоренены природных Сергеев. Более того, в представлении Сергея его нормы абсолютно естественны, законны. Животная цельность Сергея в чём-то сродни животной цельности героя Теннисе Уильямса Стэнли Ковальского. Та же радость животного бытия, своего рода радость жизни, как и у Сергея. В чём-то этот персонаж как бы выламывался из фильма, возможно, своей энергичной, самозабвенной жаждой взять от жизни всё, что можно, неосознанно возмещая свою социальную униженность. Серёж, не надо. Ну что? У меня не получается без тебя жить. Я без тебя умираю. Тебе это нужно. Живи с ней. Только не уходи. Что ты несёшь? Я мешаю тебе, да? А ты меня убей. Тебе ж не привыкать. Сюжет картины «Американская дочь» навеян личными обстоятельствами из жизни Карена Шахназарова. Его жена навсегда уехала жить в Соединённые Штаты, забрав с собой сына. Там она вышла замуж. Шахназаров неоднократно делал попытки вернуть сына. Безуспешно. Но его картина заканчивается хэппи-эндом, схожим со сказкой, что заставляет думать о печальной иронии автора, похоронившего мечту о возвращении сына. В картине жена Алексея тоже выходит замуж за небедного американца, отказавшись от русского мужа-гуляки и любителя выпить, да ещё попавшего за решётку за свои художества. То ли дело спокойное и благополучное жизнь за океаном. Мария Шукшина, игравшая жену Алексея, ни в коем мере не стремилась превратить свою героиню в подлого монстра, покинувшего родину в женщину корыстную и неправедную. Просто она человек абсолютно чуждый бывшего мужа. Наверное, когда-то в молодости неразумный случай связал их, но все чувства остались в далёком прошлом. Оттого попытки Алексея забрать у неё дочь похожи на удары о холодную броню, тщетные и бессмысленные. Решение отправиться за девочкой в Америку поначалу больше всего продиктовано не столько отцовской любовью к маленькой Анне, сколько тем, чтобы доказать бывшей супруге своё право на ребёнка, досадить ей, отстоять поверженную в его понимании справедливость. Тоска по Анне последняя, о чём думает герой Машкова. Но она придёт, затмив всё остальное. Сиреневая тумань над нами проплывая, над тамбуром горит полночная звезда, кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкой я прощаюсь навсегда. Владимир Машков невероятно убедителен в постепенно развивающихся отношениях с дочерью. От удивления перед этой маленькой умницей, которая во много взрослее его, так и не повзрослевшего родителя, до бесконечной благодарности за то, что на свете есть такое чудо, его дочь. Эй, Смит, А ты-то куда собрался? Ну как, ребята, готовы? А куда мы летим, мисс? В Россию, в бабушке. Мы летим в Россию, у нас там бабушка. Настоящая слава обрушилась на Владимира Машкова после выхода на экраны фильма Павла Чухрая «Вор». Фильм купили для проката многие страны мира, от Америки до Японии. И на создателей пролился золотой дождь призов международных кинофестивалей. Даром, что герой – вор и преступник. Но сила мужского обаяния Владимира Машкова была настолько велика, что его номинировали на «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль. Убью! Ну, бей. Знаешь закон толковища? Не доставай нож, а достал – бей. Бей. А не то я ударю. Бей. 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 Сексуальный, брутальный, умный, опасный, жестокий, но неотразимый. Актер сыграл вора, который ни к кому в жизни не привязывается, но при этом умеет покорять с первого взгляда и перевязать к себе любую. Благодаря именно этой роли миллионы женщин до сих пор считают Владимира Машкова секс-символом номер один российского кинематографа. И в этом фильме, как и в американской дочери, у Машкова один из главных, если не главный партнер – ребенок. По роли сын вдовы, искренне привязавшийся к новому папе, но не осознанно остерегающийся его. Миша Филипчук, игравший мальчика, после выхода картины стал любимцем миллионов зрителей. Во время всего съемочного периода Владимир Машков помогал Мише. Они стали на какое-то время почти одним целым. Их союз абсолютен. Сталин. Сталин. А его зачем? Отец он мне. Сталин? Ну? Родной? Ну? А он знает. А то. Только это знаешь что? Это тайна. Ты никому не говори. Понял? Да? Да. Вот так, отца. Разговор о дальнейшем творчестве Владимира Машкова мы с вами продолжим в следующую субботу. А на сегодня все. Оставайтесь с нами. И желаем приятного просмотра. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...